Всем доброго времени суток, с вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству и сегодня у нас немного сценической речи. Для кого это видео, для тех людей, кто остро говорит? Ну, например, смотрим видео. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок детей на асфальте детской областной больницы имени Красного Креста. 7 августа здесь прошла акция «Врачи мира за мир». Впервые организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы» появилась в Советском Союзе. Тогда врачи всех стран объединились и выступили за уничтожение ядерного оружия. В 2013 году движение вновь возродили в крупных городах России. Сейчас вы слышали работу корреспондента, который работает где-то в глубинке нашей большой страны. Поэтому сами слышали, как этот человек разговаривает. В таком случае, те упражнения, которые я сегодня дам, помогут этому корреспонденту. То есть это видео для корреспондентов, для начинающих актеров, которые приехали издалека, для блогеров, которые быстро-быстро-быстро-быстро говорят. Мы научимся сегодня с вами округлять слово. Это очень важно. То есть тык-пык-мык. Так мы не можем с вами разговаривать, потому что людям сложно нас слушать. Человек слушает плавную речь, когда слово имеет круглую форму. И этому мы сегодня с вами научимся. Вернее, этому вы будете учиться самостоятельно дома. А я дам вам всего три упражнения, которые вам в этом помогут. Для начала, как всегда, когда вы занимаетесь цинической речью, нам надо с вами сделать немножко физических упражнений. То есть, немного покрутили голову. Да, можно вот так сделать. Покрутили плечами, чтобы кровь у нас пришла к нашему речевому аппарату. А для того, чтобы заработал еще наш живот, то есть мы делаем круговые движения тазом. Для чего? Для того, чтобы мы проснулись и нашему речевому аппарату было намного проще. Когда вы идете в фитнес, вы же не сразу берете гирьку и начинаете... Нет, сначала вы идете на велотренажер и разогреваете тело. Это то же самое. Ну что ж, готовы? Упражнение первое. Мама мыла, милу мыла. Берем руку, кладем на живот, чтобы нам понять, что у нас работает живот. Набираем воздух животом и начинаем выдавливать воздух вместе со словами. Мама мыла, милу мыла. Звук М тянем до тех пор, пока у нас не закончится воздух в животе. Если ваш воздух будет правильно выходить, у вас будут чесаться губы вам. После этого упражнения захочется их почесать. Но мы этого делать не будем. И давайте попробуем еще раз. К этому же упражнению относится следующее. Мама, мёду нам, мёду нам, мам. Пока не закончится воздух. У меня сейчас губы очень захотелось почесать. Следующее упражнение также похоже на первое упражнение, но там мы добавляем уже работу с различными словами. Русалка плыла по реке Голубой, озаряема полной луной, и пела русалка, и звук её слов долетал до крутых берегов. Запишите это на листочек, потому что мы с вами пропоем сейчас эту русалку. Записали? Кладем руку на живот. Начали. Русалка плыла по реке Голубой, озаряема полной луной, и пела русалка, и звук её слов долетал до крутых берегов. Смотрите, мы должны с вами постараться сделать это на одном дыхании. Если не получается ничего страшного, берем добор воздуха с животом. И еще раз давайте попробуем с вами. Руку на живот, берем воздух, животом набираем. Русалка плыла по реке Голубой, озаряема полной луной, и пела русалка, и звук её слов долетал до крутых берегов. Сейчас я взяла добор воздухом, так как мне его не хватило, и смогла пропеть последнее слово. И еще, если вы заметили, то голос становится ниже. Когда вы разговариваете, и голос у вас на нижних тонах, он становится более сексуальным. И третье наше сегодня упражнение, это на получение округлого собранного звука. Все упражнение мы делаем на одном выдохе. Сейчас мы с вами попробуем просто сделать так. Пти-п-та-пта. Попробуйте. Пти-п-та-пта. Вот это вот пти-п-та-пта будет у нас с вами на протяжении всего упражнения. А мы будем подставлять слоги. Например, буб-тип-та-пта, дуб-тип-та-пта, луб-тип-та-пта, зуб-тип-та-пта. Это упражнение я напишу в конце этого видео. Вы сможете его посмотреть, переписать себе и тоже с ним работать. Все упражнение мы делаем на одном выдохе. Ну что ж, кладем руку на живот. Берем воздух. Буб-тип-та-пта, дуб-тип-та-пта, куб-тип-та-пта, вуб-тип-та-пта, жуб-тип-та-пта, луб-тип-та-пта, губ-тип-та-пта, зуб-тип-та-пта, муб-тип-та-пта, щуб-тип-та-пта, фуб-тип-та-пта, щуб-тип-та-пта, чуб-тип-та-пта, руб-тип-та-пта, цуб-тип-та-пта, суб-тип-та-пта. Получилось! Раз получилось у меня, то получится у вас. И это упражнение поможет сделать ваш звук округлым и собранным. Ну что ж, я надеюсь, что вы будете работать над сценической речью. И сделайте так, что весь ваш маленький городок, где вы работаете корреспондентом, скажет «Вау!». Ее интересно слушать, ее интересно смотреть. И она вообще большая молодец, учится и растет. Ну что ж, с вами была Лара Шум. Приглашаю вас к себе на курсы по сценической речи. Курс называется «Говори эмоционально». Он проходит всего один месяц, 8 уроков по одному академическому часу. И вы сможете говорить красиво, эмоционально и со вкусом. Мы будем исправлять именно ваши ошибки. То есть, если вы говорите быстро, мы научимся говорить медленно. Если вы говорите медленно, мы научимся говорить быстро и эмоционально, самое главное. Если вам понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал. И рассказываем своим друзьям. Это обязательно, потому что вдруг кому-то из ваших друзей это видео будет весьма полезно. Удачи, успехов и добивайтесь тех результатов, которые вы поставили.